Устроиться на работу теперь сможет далеко не каждый иностранец в миграционной службе. Говорят, выдавать разрешение будут только тем приезжим, кто нашел себе трудовое место. Кстати, вакансий в 2010-м много не будет. Так на село иностранцы почти не нужны. В основном заказ на трудяк поступил от строителей. Как только нам станет известно через любую структуру о том, что была согласована трудовая деятельность в строительстве, а люди оказались в сельском хозяйстве, мы тут же аннулируем выданные разрешения. Кризис сократил квоты, а еще тормознул программу по возвращению из-за рубежа соотечественников. Челябинская область сегодня не готова принимать своих из ближнего зарубежья. Денег нет ни на жилье, ни на трудоустройство русскоязычных возвращенцев. Прием, размещение, предоставление работы и так далее по программе, это все возлагается на субъект. А у нас сегодня еще довольно-таки серьезные проблемы по выделению жилья и по вынужденным переселенцам. А вот выехать из страны не проблема, система выдачи биометрических паспортов налажена. Кстати, в этом году кабинки для оформления документов появятся в Озерске и Усть-Котаве. Усть-Котав, ну, он немножко ослабит ситуацию по горно-заводской зоне с учетом отдаленности. То есть на сегодняшний день они все вынуждены ехать из Лотоуста, то там расстояние довольно-таки приличное. Поэтому Аша, Котав-Ивановск, Юрязань смогут оформляться непосредственно в Усть-Котаве. И все-таки основной проблемой остаются гастарбайтеры-нелегалы. Не исключено, что из-за сокращения квоты их станет больше. Миграционщики уже собираются в рейды по рынкам. Приезжие работяги чаще всего оседают именно там. Котав-Ивановск, Юридорск, 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 Юр